Здравствуйте, на телеканале Десна ТВ новости, в студии Олег Соловьев. Битве с коронавирусом в выигрыше остается Медпром. Маски, перчатки, сопутствующие медицинские предметы. Предприятия России обеспечены такими заказами на несколько месяцев вперед. Работа кипит и в цехе десногорского предприятия «Доктор мебель». Компания производит специализированную медицинскую мебель и не жалуется на нехватку заказов. Объем заказов возрос ввиду массовости строительства объектов, как Министерство обороны, это военные госпиталя по борьбе с коронавирусом, также и государственные поликлиники, которые были переорганизованы, либо построены новые в рамках борьбы с коронавирусом. Шкафы, столы, тумбочки, а также специальное лабораторное оборудование. В нынешних условиях практически на любой вид продукции есть свой покупатель. Весь производственный цикл уместился на этой площадке. Заготовка, проверка качества и отгрузка. Таким образом, компания производит более 20 тысяч изделий в год. Мы видим готовое изделие, предназначенное для проверки ОТК, которое впоследствии будет отправлено в зону упаковки. Подобные изделия недавно дополнили внутреннее убранство медсанчасти Десногорска. Врачи приняли в дар 46 единиц медицинской мебели, общей стоимостью более полутора миллиона рублей. Всё это – безвозмездный подарок персоналу медсанчасти. Отличный материал, очень хорошо обслуживается, имеется в виду, качественно обрабатывается в связи с ковидным положением в настоящее время. Так компания «Доктор мебель» решила подбодрить тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. Обновки появились почти в 10 отделениях медсанчасти и уже служат на благо персонала и пациентов. Мы выражаем искреннюю благодарность руководству, доктору мебели, генеральному директору и тот персонал, который нам помогал в получении вот этой мебели. Большое им человеческое спасибо. Такую взаимовыручку можно по праву считать примером маленькой, но значимой победы в большой войне против общемировой пандемии. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В Смоленской области вводятся дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ими дополнит указ губернатора области от 18 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности. В частности, во всех образовательных организациях временно приостанавливается проведение массовых мероприятий любого вида, не связанных с образовательным процессом. Также приостанавливается вход в учреждение образования. Он разрешается только сотрудникам и обучающимся. Приостанавливается участие сторонних организаций в реализации дополнительных образовательных программ. Въезжающие в Смоленскую область граждане теперь могут не соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если у них есть справка об отрицательном результате анализа на COVID-19. Изменения вступили в силу 22 октября. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго!